Привет всем неравнодушным! К свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Итоги конференции Apple. Worldwide Developers Conference 2014. iOS 8 уже в руках разработчиков. OS X10 Yosemite, анонс новой версии самой совершенной компьютерной операционной системы. Ну а далее в программе расскажу об одной бесспорно интересной функции операционной системы iOS в рамках рубрики «Секреты яблочных устройств», а следом игре «Trials Frontier» и программках под названием «WiFi Map Pro» и «WiFi Pass». Ну а пожалуй на сладкое оставлю лицензию на AirPort Time Capsule. Погнали! К слову, самым главным технологическим событием всей минувшей недели, да и в принципе последних нескольких месяцев, безусловно можно считать конференцию Apple Worldwide Developers Conference 2014, открытие которой состоялось 2 июня в минувший понедельник. Стены выставочного комплекса MouseConvest вот уже в безмалого 25-й раз приняли в буквальном смысле многотысячный наплыв гостей со всех уголков нашей необъятной планеты, готовых своими глазами увидеть нечто новое из мира Apple. Однако если быть до конца честным, то пожалуй стоит признать, что на этот раз мероприятие получилось местами все-таки несколько тривиальным, в том плане, что вопреки прогнозам не было представлено по сути ни одного железного продукта и все ограничилось лишь обновлениями фирменных операционных систем, а также инструментов для разработки. Но обо всем об этом поведаю прямо сейчас, так что включайтесь, начинаем техно-новости за прошедшую неделю полностью в ВВДЦ. Поехали! Яблоко от яблони недалеко падает. В руки разработчиков попала первая бета-версия новой мобильной операционки iOS 8. Как и предполагалось ранее, основная часть всех нововведений затронула лишь функционал iOS, в то время как пресловутый дизайн системы остался прежним за исключением пары моментов вроде новых интерактивных уведомлений или вернувшегося вновь полноэкранного изображения абонента при входящем звонке. Что касается функций, то начать стоит с обновленного приложения Фото, которое отныне предложит пользователю более широкий спектр возможностей для редактирования снимков благодаря новым инструментам настройки яркости и цвета, а также многих других параметров фотографии. В приложении сообщения теперь можно одним нажатием делиться аудиозаписями, фотографиями или видео с друзьями, а также создавать групповые чаты с возможностью поделиться местоположением, активировать режим «Не беспокоить» и, что самое главное, добавить или удалить пользователя из переписки. Новое приложение Health в iOS 8 отныне станет главным агрегатором, позволяющим пользователю всегда иметь актуальную информацию о состоянии здоровья, полученную на основе данных из различных приложений или специальных фитнес-устройств. Стоит также упомянуть и о появлении функции «Семейный доступ», позволяющий членам семьи следить за общими событиями в календаре, напоминаниями или местоположением. Нельзя не упомянуть о возможности просматривать покупки друг друга, совершенные в виртуальных магазинах iBooks, iTunes и App Store, а также в дальнейшем загружать их на свои устройства без необходимости повторной оплаты. К слову, отдельного внимания заслуживает и функция «Спросить перед покупкой», которая позволит родителям контролировать процесс приобретения контента их детьми. Что ж, в системе iOS 8 появилось действительно большое количество интересных и по-настоящему полезных функций, но, увы, рассказать обо всех сейчас просто не хватит времени, так что советую все-таки дождаться осени, когда она, наконец, станет доступна всем пользователям яблочных устройств. Да-да-да, и, кстати, Siri по-русски, увы, так и не заговорила. Но что поделать, едем дальше. Круглое катать, плоское таскать. OS X1010 Yosemite – самое крупное обновление компьютерной операционной системы Apple за последние несколько лет. Безусловно, первой отличительной особенностью системы стал полностью переработанный пользовательский интерфейс, преобразившийся, как и в свое время, мобильная операционка в сторону градиентов, блюра и полупрозрачности, в общем, популярного сегодня флэт-дизайна. Переработаны иконки, появление режима Dark Mode для главного меню и многое другое. Все это нововведение дизайна компьютерной системы. И определенно стоит признать, что вышла она действительно красивой. Из новых функций стоит отметить появление вкладки «Сегодня» с виджетами в центре уведомлений, взятый прямиком из iOS. А также улучшенный поиск Spotlight, отныне позволяющий искать необходимые файлы практически повсюду, начиная с документов или приложений на компьютере и заканчивая веб-данными. Но вот что действительно приятно удивило, так это возможность совершения звонков и отправки обычных смс-сообщений прямо с компьютера Mac посредством синхронизации с iPhone. Помимо вышеперечисленных функций системы, некоторым изменениям также подвергся браузер Safari и штатный почтовый клиент. А вот iCloud особенно отличился, став полноценным конкурентом Dropbox, облачным сервисом iCloud Drive, кстати, совместимым с Windows. Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше. Вот скажите мне, кто в современном мире не любит снимать или фотографировать? Ммм? Инстаграмы, вайны, коупы и прочие социальные сети потихоньку заполоняют интернет, как бы намекая на стремительно набирающие популярность фотографии и видео. Однако зачастую в качестве желания пользователя выступает намерение не просто опубликовать фотки в какой-нибудь социалке, а скорее продемонстрировать их только самым родным и близким людям, которые смогут по достоинству их оценить. В последнее время подобные возможности уже начинают появляться в некоторых сервисах, однако лучшее решение для подобных целей, как всегда, предлагает именно компания Apple. Ну а называется это решение фотопотоки в iCloud. Данная функция позволит вам, вашим друзьям или родственникам создать своего рода внутреннюю социальную сеть, которая предоставит ее участникам возможность не только опубликовывать снятые фотографии и видео, а также оставлять комментарии и даже ставить лайки. По сути, это один из самых удобных, быстрых и красивых способов поделиться впечатлениями с близкими людьми, ведь теперь для того, чтобы продемонстрировать фотографии, например, из отпуска, проведенного где-нибудь за границей, вам больше не придется дожидаться возвращения обратно на родину, а достаточно будет просто подключить родственников к созданному фотопотоку, чтобы они могли получать снимки практически в режиме реального времени благодаря синхронизации через iCloud или отправить им уже готовый фотопоток с заранее отредактированными файлами. Ну а теперь пару слов о том, как же создать сам фотопоток. Итак, для того, чтобы сделать это, вам предстоит прежде всего зайти в приложение фото, затем выбрать в фотопленке те фотографии и видео, которые вы бы хотели туда отправить, после чего, нажав на иконку поделиться, выбрать значок iCloud. Остается только ввести название фотопотока и пригласить друзей, прямо из контактов или через электронную почту. Все, можно пользоваться. Ну что ж, и теперь, наконец, пришло время поговорить о мобильном гейминге. Сегодня речь пойдет об игре под названием Trials Frontier, увлекательном мототриале, полном безумных героев, сумасшедших трасс и приключений, готовых в любую секунду вовлечь игрока в атмосферу настоящего драйва и невероятного веселья. Trials Frontier представляет из себя высококлассную гоночную аркаду, в которой вам предстоит исколесить необъятный игровой мир, следя за рулем собственного байка. Конечно же, одной из главных фишек игры является захватывающий игровой процесс, который определенно заставит окунуться в атмосферу гоночных заездов, благодаря яркой и красивой графике, а также мощной и реалистичной физике. Безусловно, одной из главных положительных сторон данного проекта является наличие полноценного сюжета, который в данном случае играет вовсе не обременительную роль, а скорее привносит определенный интерес и смысл, позволяя игроку постоянно следовать определенным целям, а не просто бездумно гонять по локациям. Кстати говоря о целях. В игре насчитывается около 250 различных заданий, выполняя которые игрок научится не только уверенно крутить бэкфлипы, но и сможет хорошенько изучить здешний мир, заодно подзаработав денег на усовершенствование собственного мотоцикла. Среди прочих плюсов игры, безусловно, стоит упомянуть о наличии полноценного мультиплеера, который определенно представит отличную возможность посоревноваться всем любителям интернет-баталий. Однако, увы, но не обошлось в игре и без минусов, и как ни странно, для меня главным разочарованием стало большое количество внутренних покупок. Реальные деньги и силком из вас, конечно, никто не тянет, но порой играть без вливания реальных средств попросту становится некомфортно. Тем не менее, игра доступна в CapStore бесплатно, так что если попытаться закрыть глаза на этот досадный недостаток, то скачать игру посоветую прямо сейчас. Наверняка многих из вас интересует вопрос, где в нашем городе можно разжиться бесплатным интернетом. Кстати, похожий вопрос всегда становится особенно актуален, в том числе и в поездках за границу или командировках. Безусловно, мобильные сети это, конечно, всегда хорошо, но зачем переплачивать за интернет, когда повсюду столько Wi-Fi точек? Как найти место с бесплатным интернетом поблизости, а также как подключиться к запароленным сетям Wi-Fi без каких-либо дополнительных затрат, расскажу прямо сейчас. Сделать это можно с помощью приложений Wi-Fi Map Pro для iOS или Wi-Fi Pass для Android, которые, по сути, превратят ваш смартфон или планшет в настоящую кладовую с данными о ходспотах со всего земного шара. С их помощью пользователь сможет не только узнавать пароли от закрытых сетей Wi-Fi, но и в том числе будет всегда иметь актуальную информацию об интернет-точках, расположенных рядом. Анализируя ваше местоположение, программы всегда будут показывать список доступных Wi-Fi сетей, вместе с тем указывая их адрес и показывая расположение на карте. После выбора наиболее подходящей сети, пользователь сможет подключиться к ней прямо через приложение, а также при желании рассказать о ней друзьям через социальные сети. Данные о всех ходспотах оба приложения, по всей видимости, берут из различных социалок и интернет-сервисов вроде Fosquare, где пользователи, оставляя комментарии о заведениях, в том числе делятся и паролями к Wi-Fi сетям. Кстати, информация о всех интернет-точках периодически обновляется, однако, если вы обнаруживаете какое-то несоответствие с данными приложений, то добавить пароль в их базу или обновить уже существующий всегда сможете самостоятельно. Стоимость приложения Wi-Fi Map Pro составляет 169 рублей в случае с яблочным магазином приложений App Store, в то время как программа Wi-Fi Pass доступна пользователям Android девайсов абсолютно бесплатно. Ну и наконец, заключительную часть нашей сегодняшней программы мне бы хотелось посвятить обзору одного весьма любопытного устройства, и на этот раз уже от компании Apple, Airport Time Capsule. По сути, данный гаджет совмещает в себе сразу две полезные функции. Во-первых, выполняет роль высокоскоростной базовой станции Wi-Fi или, грубо говоря, интернет-роутера. А во-вторых, является беспроводным хранилищем данных с жестким диском на 2 или 3 терабайта, в зависимости от выбранной модификации. По сравнению с предыдущим поколением, капсула времени претерпела значительные изменения не столько по части внутренней начинки, сколько в плане дизайна самого устройства. Потеряв около 75% прежней площади, отныне она имеет вытянутую форму башни высотой в 17 сантиметров. Теперь же сместить устройство на своем рабочем столе будет намного удобнее, чем раньше, однако и шанс уравнить его при неосторожном движении также значительно увеличился. Минусы такого дизайна заключаются еще и в том, что отныне как-либо закрепить устройство на стене или, скажем, закинуть на шкаф, благополучно забыв про него на какое-то время, больше, увы, не получится. Что касается внешнего вида устройства, то снаружи это все тот же выразительный и невероятно лаконичный дизайн, пропитанный духом и идеями компании Apple. Корпус капсулы времени выполнен из красивого, но в то же время бесконечно маркового и быстро покрывающегося царапинами белого глянцевого пластика. На верхней части устройства гордо красуется логотип компании, а снизу находится черная прорезиненная подставка, окруженная вентиляционными отверстиями. Весь набор интерфейсных портов и разъемов разместился на заднем торце капсулы. Здесь находятся три LAN-порта, один USB 2.0 для подключения принтера или дополнительного жесткого диска, WAN-порт, гнездо подключения кабеля питания, выполненное в виде восьмерки, и рядом с ним небольшая кнопка сброса настроек. Лицевая сторона устройства практически полностью чистая. Здесь разве что одиноко ютится световой индикатор, демонстрирующий состояние подключения. Ну и наконец самое интересное – начинка. Под капотом устройства инженеры Apple разместили много интересного, но обо всем по порядку. Начнем с функционала роутера. Сперва стоит упомянуть о том, что отличительной особенностью Airport Time Capsule 2013 года является поддержка совершенно нового стандарта Wi-Fi 802.11ac, который позволяет достичь скорости передачи данных в 1,3 Гбит в секунду. Как и предыдущие модели, новый Airport Time Capsule поддерживает одновременную работу Wi-Fi на частотах 2.4 и 5 ГГц. Ну а теперь пришло время поговорить и о жестком диске. Скажу сразу, работает он очень тихо, слышно его разве что в полной тишине. Однако в связи с этим производительность диска, увы, не так высока, хотя работа капсулы в качестве файлового хранилища в принципе не вызывает нареканий. Но что же дают вам эти 2 или 3 терабайта памяти? Хранить на жестком диске можно в принципе абсолютно все – музыку, фотки, видео, а если вы владелец Mac, то еще и резервные копии вашего компьютера. Ну что ж, а на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей. И прежде чем попрощаться, напомню, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании «Город». Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за данный проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok